Мой доклад посвящён связи с одной стороны альтернативных возможностей, с другой стороны формальной модели моральной ответственности. И также связующим звеном оказывается проблема пробелов ответственности, о которых сейчас в самом начале я и расскажу. Соответственно, пробелы в ответственности – это некоторый зазор, который присутствует между ответственностью пенсива, если мы считаем, что такова и есть, и ответственностью членов. Чаще всего – это датная посекация, чтобы это узнали нормативно-эпистемически, и, казалось бы, есть пробелы, есть пробелы, и если он не реальный сторонник структурного ответственности, то как будто бы просто остается с ним не просто жить. Однако формальные исследования, посвященные моральной ответственности, показали, что на самом деле количество этих самых пробелов, а также условия их возникновения, не настолько распространены, как нам казалось бы. Это явление, скорее, какое-то несколько маргинальное и, в общем-то, возможно, даже, так сказать, истребимое. И особого повода мириться с ними у нас нет. Соответственно, некоторый коллектив авторов, которые, в общем-то, в основном, на самом деле, базируются в Нидерландах, частично в Германии. В основном, они практически все логики, среди них, как раз таки, Хайн Дайв, книг, которую писала на слайде Алла Томинга, Мэтью Брахам и Марсин Ахис, работают над этой тематикой, и они, как раз таки, начали с ним заниматься, в связи, как раз таки, с проблемой, пробелой ответственности, попытки ее решить. И, в целом, завершая еще некоторым суммирующим трудом, оказалась как раз таки книга Хайн Дайва «Логика первоответственности», где, соответственно, предлагают многочисленные логические системы, которые строятся на базе такой одной базовой, которую я сейчас позже вложу, в рамках которых как раз таки эти самые пробелы первоответственности не возникают. В литературе существует терминологическая разница между дырами в ответственности, то, что называется воец, и пробелами. Пробелами как раз считаются такие дыры, которые связаны с природой коллективной ответственности, а, в целом, все проще, это просто вообще какие-то любые моменты, когда у нас остается какая-то ответственность, которую мы никому не можем никак приписать. Однако, на самом деле, они не такие частые и редко вообще возникают в нормальных моделях, но все в целом в некоторых системах моей ответственности. Поэтому внимание, конечно же, обращено прежде всего на пробелы ответственности. Естественно, основной тезис, который защищается этими авторами, это возможность создания различных систем отверстий, решенных этих самых дыр на основании выбора различных учреждений, приписанных на ранее. То есть, у нас есть, с одной стороны, некоторые дезидераты, некоторые наши желаемые сложности наших систем, которые мы соблюдаем. Одно из них расслабляет эти самые проделы. С другой стороны, большая часть остальных критерий, мы готовы принять любые из них или отказаться от каких-то из них. И, таким образом, принимается плюрализм относительно этих самых возможных формальных систем моральной классности. Собственно, как мы сказали, программным документом всего этого движения изначально является статья Матю Брахом и Максом Моркеса «Анатомия моральной ответственности», где они пишут о том, что анатомия моральной ответственности состоит из трех основных условий. Это условия агентности, которые просто говорят о том, что у нас есть некая форма национальности, автономность агента. Глубоко в эту тему они не пооружаются, но в общем, в модели видно, что это просто отражается наличность некоторого множества агентов. Второе условие — это условия культуральной реликотности вклада агента. И в чем это именно заключается? Это заключается в прохождении так называемого теста по отношению к действительному продолжению дел. И третье условие — это возможности избежания, условия возможности избежания, которые, в общем-то, являются некоторой вариацией условий альтернативных возможностей. Это возможность непройти на тест относительно нежелательного положения дел, то есть, по сути, наличие адекватных каких-то альтернатив. И, в общем-то, автор заявляет, что на самом деле любая система моральной ответственности в таком, опять же, старсанянском смысле должна обладать подобной анатонией. Эти три условия должны выполняться, чтобы вообще можно подписывать ответственность. И эти три условия также оказываются недостаточными для того, чтобы у нас не возникало пробелов ответственности. Как понятно, в общем-то, мне кажется, из этих условий, это снова выполняется за последние двух условий, а не первые, потому что он максимально размышленный. Просто вы видите, что у нас есть некоторое деление всего окружающего в нашем мире на агентов и мини-агентов. И, в общем-то, все. Основная смысловая нагрузка оказывается на как раз-таки условиях указания, релевантности и на условиях возможности избежания. Естественно, NEST-тест. Что за такое странное название? Это на самом деле сокращение. The necessary element of a sufficient set, то есть является ли нечто необходимым элементом достаточно множественным. И заимствует это на метод у Ричарда Райта, на самом деле исследователь права, который в 1980-м году изложил его в следующем виде. Единичные условия были причины конкретного результата, если и только если, оно было необходимым элементом множества актуальных условий, которые было достаточным для наступления результата. Но на самом деле Райд тоже это не сам подумал, а заимствовал у Харта. В целом, проблема каузации достаточно сильно интересовала исследователь права, потому что в случае совершения некоторых преступлений, в случае совершения некоторых преступлений группы агентов, требовалось все-таки выяснить, кто же все-таки сделал тот самый релевантный каузальный вклад, кого судить. Соответственно, с точки зрения действий агентов, вопрос заключается в том, какое такое действие было причиной, скорее всего, нежелательного, ненужелательного результата, в то время, как оно было необходимым элементом множества актуальных действий других агентов, и вот это все множество этих актуальных действий других агентов, было достаточным для выступления результата, который имел место. Соответственно, каким образом выглядит формальная модель? Формальная модель — это, по сути, расширенная модель стип-логики. Это некоторое такое совмещение, с одной стороны, стип-логики, с другой стороны, теории игр. При этом нужно отметить, что было доказано соответствие между определенным типом стип-модели, вот таким типом, как указано здесь, и моделями в теории игр. То есть, соответственно, по сути, это оказались одни и те же модели. Да, соответственно, модель представляет собой такую шестерку, где мы доконечены неустойное множество моментов, моментов времени, а что доконечены неустойное множество историй. Эти два элемента отвечают за временную составляющую, за то, что у нас происходят какие-то динамические изменения, агенты совершают действия, делают свои выборы и, так сказать, перемещаются во времени, и оценка формулы осуществляется относительно моделей и пары из момента и истории. У нас есть, конечно, непростое множество агентов. В общем-то, условия агентности в модели осуществляются за счет просто наличия вот этого прекрасного множества. У нас есть, как раз, техниция оценка, как я уже говорила. Оценка оставляет относительно пары из момента и истории, которые называются индексами. У нас есть техниция полезности, это та самая заинственная из теории, которая соотносит к каждой паре из момента истории некоторую ценность. Обычно это ноль и единица, ноль, естественно, все плохо, один все просто прекрасно. На самом деле, конечно, можно усложнить эту схему, даваясь, например, просто сказать всем натуральные числа, да, и чтобы улица выбирала какое-то натуральное число, чтобы мы как-то более адекватно могли сравнивать исходы. Но на самом деле какого-то большого влияния на работу всей модели не оказывают. И самая важная часть, это, потому что это акт СНЭКСОВЖИН, это множество-множество доступных группе действий, такое, что для каждого момента времени и для каждой группы действительно, что как раз-таки это множество является, с одной стороны, конечным множеством действий, доступных группе Г, являющих определенные условия, а с другой стороны, потому что как раз-таки множество, которое мы видим, два максимума АТМ. Это все звучит довольно запутанно, но надеюсь, что на модельке это все будет яснее, и это все будет проще, чем формальное описание модели. Соответственно, в данном случае модель отемпоральная, что имеется в виду, что на самом деле у нас всего лишь один момент времени изображен, и у нас четыре истории, которые, в общем-то, отображены на рисунке четырьмя прекрасными квадратиками. Вот, у нас есть и самые агенты, Блэк и Джонс, и у каждого из них есть два варианта действия. Это у Джонса убить или не убить, и у Блэка вмешаться или не вмешаться. И у нас, соответственно, есть приписанная полезность нашим возможным исходам, которые соответствуют как раз-таки парам из-за момента истории. То есть это то, что выглядит на модели как ноль или единичка. И у нас, соответственно, работает функция оценки. У нас есть пи, который, в общем-то, означает, что просто все, убийство свершилось. Человека убили, ну и, соответственно, все плохо. Модель простая, и она, сюжет этой модели отсылает нас к мысленному эксперименту Франкфорта, так называемые случаи Франкфорта. История заключается в том, что у нас есть Джонс, у нас есть Блэк, и Джонс хочет убить человека. Вот здесь у него поэтому такой дайкий выбор, убить или не убить. Но о чем он не подозревает, как это то, что за ним следит некто Блэк, которому, на самом деле, тоже нужно, чтобы этот человек умер. Но он пытается, может сказать, не запачкать с собой руки и думает, ну, убьет Джонс, убьет, да, не буду вмешиваться. А если Джонс не собирается, и почему-то там передумает убивать этого товарища третьего, то, соответственно, я вмешаюсь и заставлю Джонс убить. В общем-то, это как раз-таки случай, который был представлен изначально в статье Франкфорта. Намного более известная история со злостным нейрохирургом, который заставляет вас голосовать за интересные разные партии США, за демократов и республиканцев на выборах. Однако, как кажется, изначальный пример, с одной стороны, избегает некоторых возражений против таких случаев о том, что они настолько редки, невозможно, да, и вот это какая-то, какие-то пограничные истории. С другой стороны, приближает нас к контексту Ричарда Райта и его, так сказать, предшественных и последователей, которые с точки зрения права исследовали этот вопрос. Ну и, конечно, очевидно, что их намного больше интересовали случаи убийства совместного, а не случаи фантастических нейрохирургов, которые заставляют вас голосовать за неприятную лампартию. Вот. Ну, соответственно, да, таким образом работает модель. То есть, если у нас просто она будет неотопоральная, то есть, если у нас будет какое-то временное измерение, у нас просто будет несколько таких квадратиков, которые, возможно, будут еще дальше разбиваться. Они уже будут не из четырех, да, там, например, из шестнадцати или из восьми. У нас просто эти деления могут все больше увеличиваться, и они будут так вот наслаиваться друг на друга, как некоторые башни. Да. Соответственно, семантика операторов. Что вообще нам нужно, чтобы говорить о таких моделях? С одной стороны, хотелось бы все-таки, чтобы у нас была какая-то необходимость, возможность стандартной литической модальности. Ну, здесь, в общем-то, все стандартно. То есть для того, чтобы у нас было необходимо фи, нужно просто, чтобы в каждом квадратике, на самом деле, было истинно фи. Да. И, соответственно, у нас есть сид-оператор, потому что это модель сид-логики изначально, пусть и, так сказать, скобинированная частично с моделью теории. И у нас сид-то отбератор, соответственно, G-стит-фи, где G — это группа, и это истинно относительно, в модели относительно индекса, то есть пары, с момента времени истории. Если и только если для каждой истории, которая, соответственно, принадлежит вот к этому разбиению, действительно, что, ну, как бы, относительно модели, относительно, когда на данный момент времени относительно этой новой истории, истинно фи, что фи. Что это значит относительно модели? Это, например, значит, что в левом верхнем квадратике, да, если мы смотрим, где Black решает убить, где Black решает вмешиваться, он на самом деле гарантирует, то есть, сис-джи-лит, да, что расшифровка как раз-таки стита, гарантирует осуществление некоторого результатка, который как раз-таки заключается вот в нашем пи, в убийстве человека. И почему? Просто потому, что если мы смотрим, как его возможные варианты действия разбивают на эти четыре истории, они разбивают его на две половины, то есть у нас есть два левых квадратика и два правых, и мы просто говорим, что на самом деле он гарантирует этот результат, если в том разбиении, которое он в нынешней актуальной истории выбрал, а он выбрал вмешаться, да, в левом верхнем квадрате, соответственно, во всех историях из этого разбиения, а их как бы у нас всего две, то есть верхние и нижние левые квадраты, у нас действительно происходит... Ну, это естественно. Если Black вмешивается, то он на самом деле своими действиями гарантирует убийство человека. Дальше будет использоваться делиберативный стит, так называемый, будет просто D-стит писаться, и на самом деле это не сильно отличается от обычного стита, просто добавляются условия, согласно которому вот эта самая фи, которая гарантирует агент, оно не может быть необходимым. Для чего это делается? Для того, чтобы агент просто не мог своими действиями гарантировать какие-то законы природы, вращения земли в округ солнца и так далее. И могло бы показаться, что на самом деле просто вот из модели такого вида, из него с необходимостью следует... и в ту сторону, да. Есть необходимостью следует второе, третье условия, что на самом деле просто модель как бы сам выбор таких моделей толкает нас к тому, чтобы эти условия соблюдались, и тогда, в общем-то, этот манифест ничто более, чем декларация приверженности к какому-то формальному инструменту, однако на самом деле оказывается, что это не так. по одной простой причине, в первую причине правительственной эффективности логики для формализации принципа альтернативных возможностей и его различных вариаций. Вот. Соответственно, здесь еще раз повторяется эта история про Блок и Джонсом, кто кого бывает, и статья о Пранкфе была направлена против классического принципа альтернативных возможностей, согласно которому человек вырали песни, если он мог поступить иначе. Вот. Однако, в любом случае, если бы Блок вмешался, он бы заставил Джонса убить его, поэтому Джонс не ответственен за убийство, ну, согласно классическому принципу. Франкфурт решает этот вопрос тем, что, ну, нужно смотреть на практические соображения, на процесс принятия решений, однако эти проблемы обходились и другим путем. в частности, были предложены большое количество различных вариаций принципа альтернативных возможностей, вещество авторов очень полюбило, видимо, альтернативных возможностей, с буквой П, вот, и одним из таких возможных решений было решение Питера Анвангена, который предложил принцип возможного избежания, возможной ференции, вот, и что он делает, он просто на самом деле говорит, что с одной стороны у нас есть некоторые события, а с другой стороны есть некоторые положения дел, и в чем разница? Положение дел это просто некоторая характеристика некоторого набора событий, да, то есть, вот, убийство того самого загадочного третьего человека, которого отчаянно пытаются убить Сиблока Джонс, это на самом деле некоторое положение дел, а событие это что-то более конкретное, что, в общем-то, индивидуироваться таким индивидуальным способом через причины этого события, можно, конечно, еще индивидуировать через причины и последствия, но, в общем-то, причин нам достаточно для нынешних целей, вот, да, естественно, тогда оказывается, что в наших этих разных мирах, да, где убили этого третьего загадочного человека, во всех трех мирах, кроме того, во всех единичек, и все замечательно, он как-то каким-то чудом избежал и блокаиджонса, соответственно, у них верны какие-то еще пропозиции, и эти пропозиции, они указывают как раз-таки на те причины, по которым оно состоялось, и по которым как раз-таки умер наш загадочный третий, третий человек. и, соответственно, тогда Джонс ответственен за конкретное событие, потому что просто он может его отменить, так сказать, стараться сделать его невозможным, но он не ответственен за положение дел, потому что как раз-таки положение дел, то есть смерть этого человека, он предотвратить не может. Ну и в целом, если мы попытаемся в нашей анатомии моральной ответственности, которая направлена на борьбу с пробелами ответственности, если мы пытаемся в ней, например, третье условие заменить на принцип предотвращения, возможного предотвращения, то мы легко увидим, что никаких проблем пробелов у нас они, эти проблемы не решатся. По какой причине? Потому что легко может возникнуть ситуация, когда никакой из агентов на самом деле не ответственен за положение дел, а ответственен не только за конкретные события, что, в общем-то, у нас и происходит в этой прекрасной истории про двух убийц, потому что никто из них в одиночку не может предотвратить убийство этого третьего человека. Ну и, соответственно, такие, на самом деле, примеры, они также отсылают нас к другим похожим проблемам, трагедия общин и некоторые другие сюжеты, которые, в общем-то, показывают, что это проблема возникает не только тогда, когда у нас какие-то странные люди пытаются кого-то убить или заставляют вас голосовать за другую партию. Однако, ну, то есть, как бы, контрпример, да, относительно того, что, на самом деле, модель достаточно богата для того, чтобы мы выбрали какой-то другой принцип, и вот эти два принципа, два условия, которые были предложены Брахом и Лархисом, они не следуют из-за самой формализации. Да, ну и, соответственно, на следующем слайде показана формализация уже как раз-таки этого самого наш теста, точнее, возможности его заварить, который соотносится на самом деле с принципа возможности перевести, возможного переведения стрелок, вот, который был предложен Китом Вимом, ну и в тех или иных вариациях и другими несколькими авторами, в том числе там Маккелли, Федерантом и ряду других, которые просто говорят, что на самом деле с вас снимает ответственность, если вы пытались сделать что-то такое, чтобы вас не сняли, ну и, соответственно, ответственно, если вы ничего такого не сделали, чтобы пытаться себя ее снять. Вот. И, соответственно, как раз-таки получается, что наш Джонс может завалить сам НС-тест, если любая группа Г, такой, что он является членом, верно, что в какой-то, в каком-то из этих, так сказать, квадратов на модели, то есть в каком-то из вариантов развития событий, эта самая группа может обеспечить, если эта группа может обеспечить реализацию положения дел, то есть она гарантирует, что у нас по сюжету убийство свершится, но тогда следует, что она и без этого Джонса справится. Вот. Соответственно, если любая группа, в которую он входит, он не является ее тем самым необходимым элементом достаточного множества, получается, что любая группа, в которую он входит, справится с убийством без него. Ну, тогда все хорошо, как бы он себя ответственно снял, все, что мог, сделал, все, молодец. Тогда он действительно не ответственный. И, в общем-то, чему это соответствует на модели, да, в случае, если Джонс, тот самый убийца, который предупрегает манипуляции со стороны Блэка в случае, если он все-таки решает свою убийсть, он все-таки решает не убийсть, да, и мы находимся в левом нижнем квадрате, то есть это актуальное положение дел, убийство все-таки совершилось, но его просто уже было как-то заставило, не знаю, там, лопнул его, так что ножом на этом третьего человека упал. Вот. Соответственно, в этом квадрате, да, относительно этого действительного положения дел, у нас есть всего одно достаточно множество агентов, которые сделало такой выбор, что гарантировало реализацию этого убийства, эта самая группа агентов на самом деле состоит из одного видосного блока, вот, ну и, соответственно, Джонс никаким членом этой группы не является, значит, наша прекрасная импликация выполняется автоматически. Ну и, соответственно, как бы такая странная длинная история с большим количеством формализма, какова мораль всей этой истории. Вот, конечно, изначально тезис авторов, на котором они продолжают настаивать и до сих пор придерживаются изначально программы, это то, что на самом деле эффективная моральная ответственность за положение дел всегда имеет в качестве новую как бы вот эти три условия, о которых шла речь, это условия отнятности, условия релевантности кузальной кантрибуции и условия возможности избежания, вот, и таким образом уместно, уместное приписание моральной ответственности всегда гарантирует нам то, что никаких пробелов ответственности у вас не возникнет, все будет распределяться замечательно, и в странных ситуациях, когда нам зачем придется наказывать всю группу, хотя мы не уверены, что каждый из ее членов или какие-то вообще члены ответственны, такие случаи не случатся, не осуществятся, однако, как бы, это достаточно сильный тезис, других аргументов в пользу принятия последних двух условий практически нет, по крайней мере, они не предложены самими авторами, то есть, действительно, требуется какая-то дополнительная аргументация в пользу их принятия. Ну, естественно, ослабленная версия этого тезиса заключается в том, что проблемы проявления ответственности решаемы только если среди условий. В переписывании моральной ответственности присутствуют как раз-таки трибуш упомянутые условия, среди которых в том числе появляется как раз-таки принцип альтернативных возможностей, и вот негативный ряд редакции, ну, естественно, заваливания, возможность заваливания Нест-теста или так называемый принцип возможного переведения стрелок. И в том числе, мне кажется, что это достаточно понятный тезис. Конечно, здесь можно сказать, что вот у нас есть такой формализм, а что если появится другой формализм, в рамках которого проблема решается, но никакие такие условия не принимаются. плюс этих авторов заключается в том, что они используют в целом два самых общедоснительных на данный момент, самых адекватно работающих вообще формализма логических и в целом не логических теорий, но все-таки не логика, которые стоят для описания некоторых групповых действий, когда агенты действуют в группе или вне зависимости друг от друга. И, соответственно, было показано, как я уже говорила, соответствие между этими двумя видами моделей. Соответственно, пока что на данный момент как бы все, что есть, работает только так. Вот. Ну и, возможно, конечно, через несколько лет и десятков лет найдет неожиданное открытие какого-то нового формального инструмента, который докажет ложность этого тезиса. Однако на данный момент это все выглядит достаточно правоподобно. И на этом список которые пользуем, которые я упоминала. И спасибо за внимание. А я же. У нас есть около двух минут на вопросы. Да. А можно понимание вопроса? Можно вернуться назад? Вот да, на последний. На последний. Среди которых условия предупреждения три фантазии. Среди которых принципы альтернативных возможностей. Я пытаюсь сейчас это сопоставить среди-среди. То есть этот принцип он должен быть заменять одно из них. альтернативных Просто проблема как бы они не очень ссылаются на философскую литературу. То есть это ссылки как бы поскольку больше. И они называют это этим самым принципом возможностей сближения. Экспликация третьего. Да, но по сути этот принцип в такой версии он соответствует принципу который предложил был Кип Рима и он просто на самом деле большинство этих авторов тоже умирает. Но это просто вариация принципа альтернатив возможностей просто вот такой вот модификации. То есть это полностью как бы экспликация третьего не комбинированная второго. Да, да. Хорошо. И другой вопрос уже не на понимание атак а то что делает Джон Мартин Фишер с Марк Морайдс в этом вопросе то есть это я не знаю с 2008 года который который представитель контрол который пытается решить проблему альтернативных возможностей франкфуртских случаев и так далее и так далее это как-то всплывает в этой дискуссии или это в этой дискуссии это не всплывает я на самом деле думала тоже об этом но я пока что не нашла что-то очень классное ну я не знаю можно ли это формализовать но это довольно великое решение у меня пока что не получилось я пытаюсь сейчас как-то думать и попытаться это писать но в общем да я думаю над этим активно но пока что не очень хорошо у нас есть первый за сегодняшний день вопрос из онлайна пожалуйста Андрей да спасибо большое коллеги спасибо большое за прекрасный доклад в совершении вы сказали что теория по всей видимости пока что представляется формально корректной по крайней мере одна не опровергнута тем не менее насколько я смог понять одним из центральных положений теории является условие каузальной релевантности которое задается через НЕС-тест который очень похож на условия которые Джон Мэйки предъявляет причинности и в целом напоминает его инус причинности отличие лишь в том что Мэйки говорит о том что причина является необходимым хотя и недостаточной частью достаточного в сумме достаточного но не необходим условия не уточняет что это должны быть актуальные элементы в данном случае речь идет про актуальные элементы у Мэйки есть частное применение к актуальным случаем его теории там причину называют постфактум необходимые условия известна хорошо критика и теории Мэйки и конкретно понятие постфактум необходимых условий которая была предложена еще фон Вриктом у Льюиса можно найти у Галина Строссена они демонстрируют что с учетом тех формальных определений которые содержит такая теория то есть с учетом определений причины как необходимого условия действия действие должно пониматься как необходимые условия причины если речь идет про актуальные элементы то причина окружающие ее элементы будут составлять необходимый достаточный комплекс действия и в таком случае само действие будет необходимым и достаточным для причины причину не удастся отличить от действия также не удастся отличить от декоринов и от многих возникает множество других проблем это довольно старая хорошо известная критика как современные авторы на которых вы ссылаетесь из беды боюсь никак ответ просто большинство авторов на которые слазят излагают более философской версии чем даже они единственное что я смогу прокомментировать в общем-то это то что версия в маке она не работает по техническим причинам в какой-то момент я с ним буду вдаваться в подробности просто это не не слишком хорошо совмещается не просто с моделью но с тем как работает пацанка вот однако да они эти теории они открыты все это критики ничем особенным и новым отбиваться они от нее не могут да спасибо большое до сих пор до сих пор